всем привет привет всем отличные пятницы напоминаю что у нас вышел в разделе сообщества анонс на блиц консультации на выходные ссылка на раздел сообщества есть под этим роликом в описании можете посмотреть а мы с вами сегодня сделаем расклад расклад на тему ваш учитель есть ли он кто он об этом посмотрим и прежде чем мы начнем рассматривать тему мне стало интересно что означает слово учитель не знаю у меня такое бывает не часто но вот сегодня мне захотелось причина заключается в том что для меня учитель это не тот кто передает какие-то знания для меня учитель это тот у кого я учусь то есть любое лицо сила я не знаю ситуация там где я обучаюсь вот это для меня является учителем она учите может быть одухотворенным и не да не одухотворен также это может быть любая ситуация поэтому я лично вкладываю такой смысл исходя из этого получается ответ на вопрос если у вас учитель то получается так что у всех есть учитель исходя из моей теории да потому что мы все у кого-то учимся не нас кто-то учит а вы учимся почему потому что в осознанности есть активность когда мы у кого-то учимся мы активны когда нас кто-то учит мы пассивны и велико вероятно что мы ничего и не научимся да почему потому что в пассивности когда ты не предпринимаешь никаких действий да то есть ничего не делаешь ты по сути ничему и не научаешься поэтому ответственность всегда не научительно на ученике потому что тот кто учится но это была моя теория мне захотелось ее проверить и я значит поискала слово нашла слово происхождение до этимологию слова учитель я не стала лезть в википедию чтобы мне не говорили о том что надо в словарь потому что википедия это не авторитетный источник и так далее в общем в википедии если загуглить слова показан это то лицо да либо тот человек который обучает ну в принципе так как мы привыкли учитель это в школе тот который обучает чему обучает зачем обучает это второй вопрос но я нашла очень интересное слово это я даже не знаю что это за словарь он какой-то вот то ли древний русский то ли что-то такое глагол причем слова глагол знаете еще с твердым знаком нога на пожимой на конце перво первобраз точка ру сайт так называется кому интересно почитайте я зачитаю только одно два предложения что здесь говорилось учитель происходит а двух древних корней в данном случае русских корней имеется ввиду основной корень это юг или ук что означает привыкать привязываться и дополнительный суффикс тель что означает сила или лицо исполняющая свое предназначение в добровольном действии исходя из этого получается что если ук это привыкать либо привязываться отель это сила которая исполняет в добровольном действии свое предназначение то есть что-то привязывающие так получается либо привыкающие не совсем я поняла смысл скорее всего здесь что-то другое имелось ввиду ну вот как информация была интересна но опять же таки да мне же никогда не хватает смыслов я решила поскольку я обожаю греческий язык особенно древний греческий для меня это вот определенный язык закодированные потому что в нем столько глубины столько смыслов что удивляешься вообще считается что считалось у древних греков если ты хочешь что-то понять ты должен ну поднять смысл какой-то да ты должен знать имя то есть название этого предмета потому что самом название в самой в самом имени заложен уже смысл и была такая специальная профессия которая люди которые занимались тем что давали имена предметом я не знаю каким-то не предметом предметом давали то есть это должно если появлялся какой-то новый предмет чтобы дать ему имя он должен в себе нести смысл своего предназначения то есть для чего он создан скорее всего вы то что мы говорили про учителя да там вот этот вот смысл да то есть его предназначение что что дело только вот привязывать и я не совсем поняла что учитель что-то к чему-то привязывает скорее всего но не ученика к себе ясное дело а какие-то смыслы да то есть находит какую-то связь что-то с чем-то возможно ну в общем греческом языке есть, касательно учителя, два, как это сказать правильно, названия. Есть учитель начальных классов, его называют Daskalos, а если это более старшая школа, либо институт, высшее образование какое-то такое, заведение, там учителя уже не назовут учителем, у него есть другое название, он kathietis, ну то есть есть разделение, в русском языке учитель и преподаватель, вот, значит, это будет преподаватель, вот, но нам интересно вот именно слово учитель, и смотрите, как интересно, почему я люблю этот язык, значит, слово Daskalos, учитель, происходит от глагола thou, что означает освещаю, оттуда же происходит и другое слово, Zada, Zada, это, знаете, вот в олимпийских играх, когда вот этот вот, боже мой, это не фонарь, а как он называется-то, вот этот огонь, вот в чем его несут, да, в олимпийских играх, вот это вот называется Zada, что надо еще вспомнить, факел, вот, факел, и мы сразу понимаем, да, что факел это то, что светится, и поэтому слово учитель происходит от глагола освещаю, да, освещаю, и поэтому смысл его заключается освещать, то есть, что делать, оттуда, скорее всего, происходит даже еще и слово просвещение, да, просвещает, освещать что-то, просвещать, но в этих словах есть смысл света, то есть, задача получается учителя включить свет в своем ученике, и когда он этот свет включает, то дальше уже идет самостоятельное обучение, то, что, в принципе, я стараюсь к чему стремлюсь на своем канале, то есть, дать вам какую-то информацию, то есть, включить вас какую-то информацию, а дальше, чтобы вы разбирались самостоятельно, но при одном условии, знаете, здесь какое условие, вот этот свет, который включается, он включается не случайно, он помогает вам соединиться с Высшим Я, и напрямую получить ответ на все необходимые вам вопросы, и с такой точки зрения получается, что учитель является неким таким проводником, ну, можно сказать, зажигалочником, вы знаете, как зажигалка, я включил, поджог, вот, а дальше этот ваш внутренний свет, то есть, он как будто бы включает, он напоминает, что этот свет есть внутри вас, и вот этот свет, когда вас включается, он, ваша задача его приумножить, то есть, поднять вибрации до таких энергий, когда вы сможете соединиться со своим Высшим Я и получить напрямую всю необходимую вам информацию, из информационного поля, от вашего света, то есть, не от кого-то, и получается, что учитель, он не передает вам знания, он вас включает, и вот, ну, ясное дело, что такое объяснение мне очень, очень понравилось, потому что, во-первых, оно мне близко в контексте активности и пассивности, а с другой стороны, вот, понимаете, как это сказать-то правильно, у каждого человека свой путь, и другие люди, они лишь отражают, они становятся для людей идолом, идолом не в контексте кумира-поклонника, а в контексте отражения, и поэтому другой человек чему-то научить, по сути, он не может, потому что он отражает, как отражение, как идол, то, что есть внутри нас, и это не эгоистично, это не то, что я не могу пойти, говорю так, знаете, субъективно, что не могу пойти учиться у кого-то, нет, но опять же таки, мы говорим учиться у кого-то, не нас будут обучать, а мы будем учиться, то есть, есть активность, и поэтому, если есть активность, если есть желание, мы можем научиться от кого угодно, и не обязательно это люди сколько раз вы читали какие-то книги смотрели какие-то фильмы и что-то вас включалась до какой-то inside вот вот включилась inside это как кратковременно коротковременное такое скажем замыкание подключения к источнику inside более длительное по времени и продолжительности такое подключение это вдохновение когда от человека находит какое-то вдохновение это по времени чуть больше чем inside но это опять же таки подключение к свету к высшему я и постоянное подключение это уже просветление когда человек уже находится в этом свете он соединился он слился своим высшим я и он считается просветленным то есть он наполнен этим светом у нас есть вот такие вот скажем так три разделение три градации подключения к высшему я до к свету и возвращаясь к учительству получается так что задача любого учителя включить свет в другом то есть вот напомнить на кто ты есть на самом деле вспомни себя и дальше ты получишь все что тебе необходимо потому что это уже заложено в тебе и это не абстракция а с точки зрения науки до макрокосмоса и микрокосмоса все что микро это является отражением чего-то большего то есть если мы являемся копией в кавычках копии то есть маленькой миниатюры нашего высшего я значит как так сказать закодированная информация обо всем она уже есть в нас и наша задача распаковать то есть найти ключ чтобы распаковать это все отсюда вот выходит вот это вот фраза что все заложено в нас и вот мы все ищем что же там заложено но у нас нету ключей чтобы раскодировать и вот задача человека найти эти ключи к самому себе и раскрыть самого себя Раскодировать то, что заложено в нас И вот в данном случае вот такая формулировка учителя Тот, который освещает, мне очень нравится И опять же таки вспоминая Таро, аркан отшельника Которого считают мудрецом и в то же время учителем Он держит этот фонарик В фонарике лежит заложена звезда Аркан звезды Звезда это всегда Таро У нас идет как ассоциация нашей души То есть свет, он есть И он отшельник, держа фонарик Погружается внутрь себя И он хочет найти вот этот свет в своей душе Он хочет вспомнить его Почему он ищет ответы глубоко внутри себя, а не вовне Вот, ну вот хотела бы про это сказать Опять же таки на подумать Я всегда говорю информацию для того, чтобы Вот как-то знаете, человек после прослушивания Либо в моменте отключил, поставил на стоп, на паузу И задумался над слованием, немножко поразмышлял То есть я все время сподвигаю к тому, чтобы люди мыслили Чтобы люди размышляли, чтобы не было вот этих автоматизмов Бесконечной гонки за ненужные информации Ненужные потому, что она никаким образом не обогащает вас Она не делает вашу жизнь качественнее и лучше Не потому, что информация нехорошая А потому, что мы не включаемся в нее Мы не уделяем ей должного времени, чтобы вот этот вот свет включился внутри нас Для этого нужна информация Так, исходя из этого пояснения У нас получается расклад на тему Ваш учитель, есть ли он и кто он Сразу можем сказать, есть ли учитель Да, конечно, есть Это может быть кто угодно А вот кто он Либо у кого вы учитесь Вот, наверное, вот такие вот вопросы Либо как вы еще учитесь Внимание! Нечему вас учат А вы чему учитесь? Потому что вас могут учить Я не знаю Мыслить самостоятельно Либо мыслить абстрактно Второй вопрос Если вы не включены, вы этому никогда и не научитесь То есть обучить другого человека чему-то нельзя Надо лишь только то Сделать так, чтобы он захотел То есть когда человек, желание есть Точно так же, как и в помощи Нету толка помогать Нету смысла помогать человеку Если он в это не включен Он не спасет сам себя Поэтому спасательство Это бессмысленный труд С исключением, если это не является профессией То есть невзирая на волю другого человека Мы все равно его спасаем То есть нас не просили Если этот пожар Ну то есть Может быть один человек позвонил В пожарную и сказал Огонь надо потушить В принципе люди, например Которые находятся в пожаре Они не звонят Но они дают косвенное такое согласие Или косвенное Косвенное согласие На то, чтобы пожар был потушен Вот я об этом хочу сказать И еще очень важный момент Когда я что-то говорю Я несу ответственность за свои слова Когда я что-то пишу в комментариях Я несу ответственность за свои слова Но я не несу никакой ответственности За то, что вы понимаете из моих слов Потому что иногда бывает искажение Когда я отвечаю в комментариях И в силу того, что текст он безэмоциональный Когда что-то отвечает Каждый понимает по-своему И идет искажение То есть я могу сказать одно А слушатель, который что-то слышит Либо который читает какой-то текст У меня, либо у какого-то другого человека Он воспринимает по-своему И вот здесь вот идет искажение информации И может получиться так, что я говорю одно А слышит другое И потом еще на меня обижается Вот это вот не совсем, наверное, правильный подход Я просто хочу обратить на это внимание Очень стараюсь быть внимательны в словах Потому что я знаю, что значит смыслы Я с ними работаю Я на них делаю акценты Я их изучаю И поэтому стараюсь корректно доносить информацию Не всегда, конечно же, получается Ясно делаю Я далеко не идеально Но опять-таки, что понимаете вы Это не значит, что именно так я и сказала Что именно этот смысл я и внесла Это вот такая вот поправочка В контексте учительства Ну давайте мы с вами приступим Итак, позиция номер один Не знаю, какие вопросы буду задавать Вот потому что те, что я два себе здесь отметила Мне кажется, они потеряли уже смысл в моем вступлении Итак, чему вы учитесь? Давайте так спрошу Чему вы учитесь? Сейчас я себе еще отвечу Отмечу этот вопрос Это в других позициях его озвучивать Секундочку Чему вы учитесь? Так Пятерка кубков Не включать ожидания Не разочаровываться Понимать четко, что есть иллюзия И что есть реальность То есть, что ваше надуманное Что там, где есть ваша фантазия Либо то, что вы что-то ожидаетесь То есть то, что не соответствует реальности То, что не соответствует фактам Вот вы учитесь именно этому Может быть на данном этапе Я не знаю Может быть в общем Но пятерка кубков Аркан про разочарование Про то состояние слезы, переживания Когда мы утратили Какую-то, я не знаю Легкость То, что нам нравилось С точки зрения развития души То здесь человек разочаровывается В том, что он утратил какую-то легкость Которая у него была по тройке кубков И это связано с тем Что человек растет и развивается Он уже не такой беззаботный ребенок Вот эта вот легкость Который был в детстве Уже наступает момент взросления Наступает момент Когда надо брать ответственность За себя, за свою жизнь Возможно и за других людей И вот эта вот утрата Некой такой беззаботности Праздного образа жизни Здесь человек по сути сожалеет Поскольку все пятерки у нас Говорят про уроки Это вот марсианская энергия Разрушающая некую такую стабильность В четверке кубков у нас была Эмоциональная стабильность Эмоциональный комфорт Когда вот у нас все В контексте эмоций Было в достатке Пятерка пришла и говорит Нет, тебе этого недостаточно Тебе нужно еще больше Тебе нужно двигаться То есть ты еще не все познал В мире эмоций В мире состояния Тебе нужно двигаться дальше И приходит пятерка И она на это указывает Да, вот эти вот Три кубка Которые были у нас в четверке Помните, человек сидит С руками С крещенными А перед ним три кубка Вот он эти три кубка утратил И ему давался шанс На то, чтобы он пошел дальше На то, чтобы он все равно Продолжал движение Что-то новое узнавал Именно в контексте своих эмоций И человек Причем Это дальнейшее движение По пятеркам Она всегда насильственная Потому что марсианская энергия Она разрушает Она с одной стороны Дуальная А с другой стороны Она разрушает Разрушает то, к чему мы привыкли А если мы к чему-то привыкли В эмоциональном плане Что нам хорошо, комфортно А тут вдруг у нас это забирает Вот как быть Мы огорчены Мы не ожидали Мы ожидали чего-то другого Поэтому здесь урок заключается в том Что Понять То, что ты ожидаешь Именно в эмоциональном плане Делаю акцент Потому что единички Последнее время Очень у меня стали эмоциональными Урок здесь вы этот проходите По эмоциям Понять Что я утрачиваю К чему нужно прийти Что есть позади Двойка кубков Это гармония Это единение С самим собой Помните, да? Двойка кубков Когда мы встречаем Сами себя Ну вот то, что я говорила В начале Вступления Своевысшее Я Когда идет слияние Двух противоположных сил Именно объединение Так вот К этому нужно прийти И вы разочаровываетесь То есть здесь вопрос Именно разочарований Во многом я разочаровываюсь Что нужно сделать? Не очаровываться Научиться не очаровываться Научиться видеть вещи Такими, какими они Есть Для того, чтобы не сожалеть Не огорчаться Потому что Почему такое происходит? Потому что Очаровываемся Как маленькие дети Маленькие дети Очаровываются Но мы уже здесь Не маленькие дети Потому что Тройка кубков Разлита Но мы уже здесь Взрослеем Мы приходим К другому Состоянию Психологической Зрелости И здесь Нам нужно Это научиться Еще Чему вы Учитесь Король кубков Король кубков Задача короля кубков Поскольку он является Мастером эмоций У него есть Такое Знаете Качество Умения Отказываться От эмоций Которые ему Уже не нужны В контексте Как раз таки Развития И познания То есть Когда человек Понимает Что вот эти Эмоции Я их уже изучил Неважно Позитивные Негативные Я их уже изучил И я понимаю Что они мне Уже не нужны То есть Того Что я хотела Добиться То что я хотела Изучить Я это уже Изучил Он умеет Отказываться Отказываться От тех Эмоций Которые ему Больше Не нужны Именно в контексте Обучения То есть Например Это могут быть Какие-то отношения В которых Вы разочаровались И вы понимаете Что вот Из этих отношений В контексте Эмоций Да Состояние Все что можно Было уже изучить Все что можно было Прожить Все возможные Вот эти вот качели Это уже получено То есть Дальше Это уже идет Какая-то такая Ментальная жвачка Она ни к чему Не приведет И человек здесь Король кубков Умеет Отрезать Все то Что уже Отжило Именно В контексте Эмоций То есть То что Не помогает Ему Познать Этот мир Через Состояние Он от этого Отказывается Здесь получается То что Вас Обучают Отказываться От того Что Вам уже По сути Не нужно Но У нас У нас Есть Ожидание И Нам Кажется Что Нет Вот Мне Это все Нужно Как Это Объяснить Здесь Получается Я не хочу Говорить о том Что это Вот прям Эго Решает Что Нужно Или Нужно Там Например Меня Не выбрали От меня Отказались И Поэтому Вот Как-то Достаточно Эгоистично Я хочу Это Получить Я не Хочу Ити В это Русло Но Здесь Умение Отказываться От того Что Больше Вас Не наполняет То Что Вас Больше Не Развивает Опять же Такие Негативные Эмоции Они Тоже Вас Развивают Гнев Это Тоже Очень Сильное Состояние И Оно По сути В каких-то Моментах Оно Является Пороком А в каких-то Нет То есть Гнев Нужен Потому что Это та Сила Которая Разрушает И В данном Случае То Что Я Сказала Марсианская Энергия Она Разрушает То Что Уже Не Имеет Никакого Развития Поэтому В данном Случае Гнев Он Необходим Разрушить То Что Мне Не Хватало Силы Разрушить Самостоятельно Вот Какой-то Застой Какое-то Болото То Что Уже Отжило И Просто Вытягивает Из тебя Энергию Вот В данном Случа Гнев Это Позитивное Такое Качество Когда Мы Можем Отрезать Мы Можем Поставить Точку Кто Является Для вас Вот В этом Уроке То Что Вы Здесь Изучаете Учителем Аркан Солнце Ну Хотелось Бы Сказать Что Знаете На самом деле Если Это Греческий Пантеон То Наверное Сам Непосредственно Аполлон Бог Солнца Опять же С точки Зрения Развития Бог Солнца Это Свет Это Знание Плюс Ко Всему Аполлон Владел Вот Этими Как Они Правильно Предсказательными Да Просто Слово Крутится На греческом языке Я его перевести Не могу Предсказательными Всевозможными Системами Негодательными А именно Предсказательными Это Вот В контексте Просветления То есть Кто Является Для вас Учителем Для вас Является Учителем Тот Человек Во-первых У которого Есть Какие-то Лидерские Качества Которые Вас Куда-то Может Привести Вот В данном Случае То есть Опять же Я не говорю Что это Какое-то Физическое Лицо Может быть Это Может быть Какая-то Сила Это Может быть Какой-то Предмет Неважно То Что Может Вас Повести Это Однозначно Должно Иметь В своей Суть 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 Свет либо это позитив как таковой, да, то есть здесь пессимизму вообще никакого места нет. Для вас учителем является все то новое, которое ведет вас как раз-таки по пути к этому свету. В том числе и, может быть, да, кое мы говорим про эмоции, здесь и эгоизм тоже может для вас являться учителем, как, знаете, как путем от обратного. Вот когда ты смотришь, и тебе это качество в тебе не нравится. И ты понимаешь, на что, на какой добродетель я бы хотел поменять вот это вот эгоистическое проявление, да, что осветить. И здесь получается так, что этот свет, который вы получаете от темного какого-то аспекта, немножко замяло здесь, потому что я вспомнила, что вот на древе жизни как раз-таки аркан дьявола, так как он расположен, он идет как раз-таки к сфере Теферит, который соответствует Солнцу. И суть заключается в том, что к Солнцу, к Свету мы можем прийти только тогда, когда мы принимаем свою тень, когда тень, в которой, по сути, является огромный потенциал, да, черная материя, это то, из чего, в принципе, все происходило. То есть вот хаос, который был первично, это черные дыры, это вот все, такая темная материя, это все, что является неким неиспользованным таким материалом, который, если направить правильное русло, да, то эта энергия, эта материя, она может быть созидающей, то есть она может быть во благо. И здесь получается тот момент, что как только вы понимаете свои теневые аспекты, что значит, вы их используете во благо, да, то есть тот потенциал, который есть, в том числе и наши страхи. Когда мы понимаем, в чем суть страха и начинаем идти в этот страх, то и преодолевая его, да, то внутри нас разливается вот эта вот энергия, которая была в страхе, вот этот вот потенциал, и мы чувствуем прилив энергии, мы чувствуем удовлетворение и наслаждение с собой, что мы преодолели то, чего мы боялись. Вот это вот подъем энергии, это, по сути, распаковка вот потенциала вот этого страха, вот этой вот тени, этой энергии, мы ее и используем. Поэтому здесь такая вот отсылочка была. Еще кто есть ваш учитель? Ну, в данном случае у единичек. Учитель — это ваше прошлое. Девятка жезлов. Это то, когда вы набиваете кучу шишек, останавливаетесь на то и для того, чтобы, знаете, закрываетесь обязательно, останавливаете, закрываете и начинаете анализировать, начинаете пересматривать свое прошлое для того, чтобы сделать какие-то выводы. И дальше идете. Кто является для вас вашим учителем? Дорога. Люди, которые бесконечно куда-то идут. Люди, которые, опять-таки, заметьте, да, кубки. Люди, которые оставляют позади то, чего они достигли. То есть они не останавливаются на достигнутом. Они все время движутся. Это люди, которые находятся в движении не в плане, знаете, суеты. Есть люди, которые вот просто тупо суетятся. Куда-то надо сходить, что-то надо сделать. Ну, вот это вот суета. То есть нужно отличать, опять же-таки, да, говорим здесь про иллюзии. Нужно отличать, что есть суета, а что есть настоящее движение, да. То есть то, которое вас куда-то ведет. В суете мы бегаем по кругу, как белка в колесе. Это не продуктивно. Продуктивно, когда мы к чему-то идем, мы к чему-то стремимся. Поэтому люди, которые движутся, люди, которые развиваются, люди, которые идут, смотрите, здесь у нас гора, люди идут в неизвестность. При этом красный цвет, кстати, да, движение. Ну, то есть его трактуют в зависимости от контекста. Это может быть и страсть, это может быть и гнев, а это может быть и движение. То есть красный цвет огня. Жизнь непосредственно как таковая. Человек здесь оставляет, да, позади вот эти кубки. То есть то, чего он достиг именно в контексте эмоций, переживаний. То, что ему дорого. И оставляет абсолютно все и идет в некую такую неизвестность. Плюс ко всему вот такое вот изображение, да, Луны и Солнца, слияние, да, двух энергий. Мы встречаем в Аркане Луны, если вы помните. Там вот как раз-таки есть такое же изображение. Так, это мы посмотрели, да, кто для вас является учителем. Что вы можете взять? Что вы можете взять? Так, чему вы учите? Сейчас я запишу вопросы. То есть что вы можете перенять у своего учителя? Чему вы можете научиться? Пожезлов говорит о том, что вы можете научиться именно быть любознательным, быть открытым, и невзирая на какие-то сомнения и неуверенность, делать один шаг за раз. То есть медленно-медленно все равно двигаться. Но здесь ключевое, вот эта вот любознательность и открытость. Не всегда приходит осознание, насколько важна любознательность, то есть насколько важно интересоваться. Вот истинный интерес и включенность. Даже если эта включенность является, вот мы ее используем в диалоге, да, то есть одно дело, когда мы просто спрашиваем, как твои дела? Потому что привыкли, потому что это, скорее всего, форма воспитания, что ли. Вот, но по-настоящему нам абсолютно наплевать, что происходит в жизни человека. У нас нет этой заинтересованности. Но когда мы действительно включаемся в диалог и начинаем спрашивать, а как твои дела? Нам искренне это интересно. И человек начинает говорить, у нас что здесь получается? У нас меняется настроение, у нас меняются вибрации, у нас меняется состояние. И когда мы включены, мы готовы, да, то есть мы открыты, мы готовы услышать ту информацию, которую нам дают. И вот в открытости, которая свойственна Пажу Жезлов, да, мы слышим ту необходимую информацию, которая нам нужна была. Но если бы мы просто спросили, как твои дела? И нам было бы, по сути, чисто формально, да, наплевать, мы находимся в закрытой позиции. И чтобы нам человек не говорил, мы не услышим ту необходимую информацию нам. Почему? Потому что помимо того, что мы закрыты, у нас вибрации ниже. Когда мы включены, у нас есть интерес, мы пропускаем через себя энергию, мы пропускаем через себя жизнь, мы готовы внимать тому, что нам скажут, да, то есть и получается система, ну, закрывается. То есть в диалоге, да, начинает, я включаюсь, я открыта, я готова получить. Человек вам дает информацию, он дает энергию, да, в виде информации вы ее принимаете. Она вам полезна, потому что вы слышите так или иначе то, что вам необходимо, и вы отдаете как обратную связь человеку, у которого что-то спрашивали, в виде эмоций, в виде каких-то состояний, переживаний. И тогда получается правильный круг, тогда получается правильный энергообмен. Это называется энергообменом. Поэтому вы научаетесь быть любознательным, вы научаетесь здесь быть открытым. В Паже Жезлов есть неуверенность, это еще не опытность, это начальный только этап. Но маленьким детям всегда все интересно. Если у них какая-то цель в контексте интереса, то есть кто-то может сказать, ну, если мне неинтересно, зачем мне это слушать? У маленьких детей нету такой установки, вот им все интересно. Дай им какой-то фантик, дай им какую-то книжку. Они с одинаковым интересом будут подходить ко всему. Здесь я про подход говорю. Конечно же, есть вещи, которые ребенок вообще не обратит на него внимания, на предмет, либо вообще на какого-то человека, потому что он ему не интересен. Но когда ему что-то притягивает его внимание, он включается в этот процесс. И вот нам важна открытость и включенность, любознательность и интерес. Вот этому вы обучаетесь. Еще чему вас может научить ваш учитель, либо то, у кого вы учитесь, умение, Паша, Рецепедакли, умение реализовывать свои желания, реализовывать свои какие-то идеи, задумки, уметь их воплощать в материю. Потому что у вас очень много идей, но вы по Рецепедакли не знаете, как, возможно, на них зарабатывать, как их монетизировать. Возможно, как сделать так, чтобы они были интересны другим людям. То есть включить других людей вот в то, что вы хотите, в свои какие-то идеи, в свои какие-то желания. Как правильно работать. Причем работать именно как выстроить, некий такой график, постоянство. Потому что Рецепедакли — это про стабильность, про постоянство, про медленность, про трудолюбие, про спокойствие, про размеренность. То есть здесь человек идет к своей цели достаточно медленно, но при этом, знаете, не сворачивая со своего пути. Возможно, этого качества вам не хватает. То есть вы зажигаетесь на первых там парах. Не то, что вы не доводите до конца дела, а вас, возможно, не хватает. Может быть, что-то переключает, что-то интересное. Либо, возможно, вы разочаровываетесь по пятерке кубков и не дожидаетесь, прямо, скажем так, перед финишем своего результата и начинаете саботировать. Что-то сделали, потом вам не понравилось, удалили, потом заново. То есть вы не даете как будто бы созреть этому плоду, чтобы получить тех результатов, которые вам необходимы. Плюс ко всему терпение. Рыцарь Петапли терпеливый. Здесь надо понимать, я не говорю о том, что здесь надо вообще весь свой путь как-то вот делать более размеренным. У каждого свой темп развития. Но иногда надо уметь ждать. Ждать это не означает, что я нахожусь вот в пассивности и больше вообще ничего не делаю и жду только того, что чего-то одного, что я здесь задумал. Нет. Здесь нужно уметь переключаться. Вот когда вы что-то ждете, чтобы не быть в пассивности. Сложил дурочки, да, и сижу, жду. Нет. Здесь уметь переключаться на что-то другое, но при этом держать в фокусе внимание то, что вам необходимо. Где-то на затворках нашего бессознательного в задней части нашей головы, затылка. Интересно, кстати, вот здесь такую сделаю ремарку. Сейчас мысль такая пришла. Зрительная как это? Область, зрительная часть, то есть за зрение у нас отвечает по сути затылок в задней части, да, нашей задней части головы. Там находится область зрения. И когда мы говорим про третий глаз, то в принципе вот то, что мы воспринимаем третьим глазом, обрабатывается, интерпретируется как раз-таки задней части головы нашего мозга. Когда я читала трансферфик, нет, это не было трансферфик реальности Зеланда. Это было Тафти. Вот там была отсылка к косице. Кто читал Зеланда, может быть, кому-то это показалось странным. Это некий такой энергетический отрост, который идет от головы, от семечка, да, либо от затылка. И когда мы что-то хотим реализовать, задумка была такая, то нужно приподнять вот эту косицу, то есть она визуально как косица для кого-то была похожа, то есть некий такой энергетический отросток, фокусироваться на него и проецировать на экране то, что вы хотите, и это реализуется. Поскольку у меня всегда важен процесс, то есть понимание, почему это происходит, и очень часто даже мы выражения говорим, да, задние мысли, вот задумайтесь, я не буду вам объяснять это что, как и почему, но задумывайтесь, почему проекция, например, третьего глаза в задней части области, в задней области, мужу-мой, нашего мозга, косноязычия. Я просто нахожусь в таком, знаете, состоянии сейчас видоизмененном, мне сложно фокусироваться на словах, концентрироваться, потому что другая область мозга задействована. И вот подумайте, задние мысли, вот работа этой косиции, там, я не знаю, видим затылком своей там головы, то есть почему именно задняя часть головы, она имеет какое-то отношение к видению, да, в том числе к видению не физическому, а не физическому, да, то есть каких-то энергетических потоках, там, я не знаю, что-то, что-то связанное с тонким планом, вот подумайте на этот счет и поищите информацию, вас может это приятно удивить. Хорошо, ну и последний аркан, что вы можете взять от своего учителя, короля мечей, можете взять здесь какие-то мысли, которые вот прям, понимаете, бегают, мои мысли, мои скакуны, скорее всего, не логическое какое-то вот движение, потому что у вас этот есть навык, а скорее улавливать, потому что здесь у нас еще рыцарь Пендакли был, да, я бы сказала так, умения, вот эти вот мысли, которые приходят, их сразу реализовывать, превращать их в действие, но чтобы их превратить, их нужно схватить, их нужно уловить, у короля мечей, у него вот этот вот бег бесконечных идей, вот скорее всего вам нужно научиться вылавливать, да, эти идеи, как-то их структурировать, что ли, потому что здесь очень скоростной мозг, вот то ли он научится управлять, то ли научиться как-то замедлять ритм этих мыслей, чтобы они вот не скакали, то есть здесь что-то связано мысли и время, мысли и время, то ли со временем будут реализовываться эти мысли, то ли наоборот надо замедлять эти каким-то образом эти мысли, как-то их фиксировать, мне просто показано, что, знаете, как частицы показывают иногда под микроскопом, они вот так вот хаотично очень быстро передвигаются, а потом на них вроде бы наводят как некую такую лупу, и они как в желе, да, так через сложно как-то пробиваются, проходят, как-то вот замедляется их темп, вот здесь что-то такое, ну и плюс ко всему остроте ума, да, то есть здесь не про мудрость, а здесь про оригинальность мышления, я бы так сказала, да, про умение, как-то вот, как в шахматах, знаете, уметь рассчитывать, как некие, как называют, менталисты, да, которые люди, умеющие рассматривать разные варианты развития ситуации одновременно и выбирать наибольший подходящий момент, то есть здесь вы как будто бы можете рассматривать разные варианты, то есть у этих людей либо у этой ситуации вот какую-то вариативность научиться не смотреть как-то вот линейно, да, только вот это и больше вот этот вариант и больше никакой, а вот именно вариативность и здесь вот по времени говоря не только мысли в контексте будущего либо в контексте прошлого, но и одновременно, да, и видите вот какие-то связи, как прошлое влияет на будущее, как будущее может влиять на прошлое либо на момент здесь и сейчас ну то есть точки зрения линейности нет конечно же нас к точки зрения квантовой физики дата и единого поля вот это вот все взаимосвязано то есть здесь вот таким моменты тоже могут быть так вот такой был у меня первый расклад не знаю первая позиция да не знаю понравилось не понравилось может бы сказала то что не ожидали как пошло так пошло вот такой был расклад вариант значит позиция номер 2 красненький камешек двоечки смотрим вас ваш учитель на кто ваш учитель кто ваш учитель король высоко да поняла король пендаклей кто ваш учитель король пендаклей вашим учителем является материя является также вообще вот физический мир материальный мир вот для вас это является учителем поэтому все что вы как-то сталкиваетесь с материальным миром это будет вас чему-то обучать что это значит не вам как будто бы не очень хочется как-то знаете вот жить в этом теле вам кажется может быть что тело какое-то тяжелое да то есть душа она такая легкая это скоростная быстро как будто бы передвигается и телепортируется а то значит есть какие-то рамки есть ограничения есть вот это вот плоть которая очень медленная очень тяжелая не разворотливая неподвижная и получается все что нужно сделать в этом мире за иск ну кроме плоти да то есть как-то вот взаимодействует куда-то сходить оплатить какие-то счета с кем-то договориться там не знаю если мы говорим там построить дом но тоже что-то такое материальное либо что-то купить здесь вот вот эти вот дела они даются вам достаточно тяжело потому что вот тут для вас это материя как таковая является учителем плюс ко всему если мы говорим о человеке да то это король пендакли это человек такой достаточно приземленный на огненная часть земли огненная часть земли это выражение это как уголь да то есть земля это дерево стихия земли на относится например дерево и огонь это дерево которое уже пожар вот этот весь потух и остались какие-то угольки то есть он медленно медленно догорает то есть вот вот такое проявление в природе является королем пендакли а теперь представьте да то есть вроде бы огонь есть но он какой-то вот все же ограниченный до потенциале от уголька мы можем что-то зажечь там не знаю огонь пламя но как таковое сказать что вот она как-то согревает нет поэтому все что связано с финансами да у вас тоже будет какая-то трудность потому что вам нужно будет познавать что это за энергия такая человек король пендакли приземленный нам достаточно хозяйственные прагматичные но это не тот человек который будет там развиваться читать какую-то литературу ему это не нужно это человек который познает этот мир практическим путем то есть это человек у которого цели будет например если опять же таки да в плюсе мы говорим качество это тот человек который очень много работает это тот человек который понимает что вот я заработал то есть я совершил какое-то действие я за это должен получить деньги можно сказать что даже какой-то степени жирноватый но поскольку это король это все же человек у которого есть уже финансовое изобилие который достиг именно мастерства в понимании материи поэтому здесь есть и изобилие но это человек не не сентиментальные у него нету каких-то тонких мань манер у него нету может быть чувство так то здесь тоже как-то бабка на 2 я сказала может и быть и может нет но у него нет вот этого знаете утонченные фигуру в этой натуры какой-то да это не человек искусства это точно к искусству может подходить с точки зрения того что сколько стоит эта картина да насколько она может придать мне какой-то статус то есть не то что нарисовано в ней на не то что хотел передать художник а скорее всего вот с точки зрения именно финансов сколько она стоит там какую как этот карниз нет как-то по-другому вот картину во что вставляя да из чего это сделано и из какого материала насколько это добротно не добротно дорого вот что-то такое может человек такой достаточно приземленный и у такого человека вы учитесь и это не случайно потому что природа двоек людей которые выбирают вторую позицию это цифра 2 в ней заложено уже вот эту вот дуальность некое такое мытарство не умение делать выбор но склонность больше к состоянию души и в меньшей степени да это вот те люди которые могут сами за собой ухаживать в каком контексте скажу что если вы вовлекаетесь во что-то там не знаю прочтение какой-то литературы об занимайтесь каким-то своим любимым делом вы действительно забываете об уходе за собой то есть правильно поесть можете там не знаю что-то перекусить что-то забросили и все вам достаточно потому что книжка такая интересная и я не могу от нее оторваться куда там еще идти там что-то приготовить поэтому еду холодильник вот все что я увидела данный глаз попал в объектив нашего внимания до схватили перекусили и все то есть человек может быть некоторой степени даже растерянные забывчивый и поэтому если вы идете например куда-то там что-то оплачивать дали бы какие-то документы куда-то сдавать всегда нужен король педагоги который скажет вот это взяла вот это взяла вот это положила в сумку аккуратненько чтобы тебя не украли не обокрали чтоб ты нигде не потеряла ключи взяла вот это вот знаете проявляет некую такую заботу в контексте приземленности то есть здесь получается что у таких людей вот с одной стороны вам они будут не нравятся потому что ну вот в них нету вот этой воды в них нету чувствительности вам может казаться они черствы в некоторой такой степени то есть смотрите например если вы приготавливаете какой-то ужин да и будете как-то украшать я не знаю салфеток сделаете там какие-то цветы там не знаю какие-то кольца специальные красивые купите да для салфеток чтобы стол был красиво украшен вот и выложите разные вот эти вот явства да то есть прекрасную еду то данный человек не обратит внимание на вот эти вот все украшения а он обратит внимание только непосредственно на саму еду либо там не знаю на вино которое будет сопровождать ужин то есть разные абсолютно ценности и этот человек он дан вам как учитель чтобы вы познали материю потому что то что вам нравится это ваша суть вы и так это уже имеете вам нужно получить то чего вы не имеете то в чем вы не разбираетесь то что вы не знаете по сути вы не знаете все что связано с деньгами все что связано с этой материей так кто еще ваш учитель десятка жезлов но это вот в ту же категорию ответственности да не потому что вы безответственные потому что ваша душа она желает свободы и вот какие-то рамки обязательства они вас ограничивают но опять же таки мы вспоминаем да про короля пендакли в материи вся материя она ограничивающая потому что она такая по времени более медленная такая вязкая здесь не не получается что-то быстро сделать и поэтому есть вот это вот чувство того что меня все время чем-то обременяет здесь нужно опять-таки сменить к точку вот это ракурс до восприятия вашей ситуации то есть как вы смотрите для для вас может быть какие там обязательства они обременяющие но они являются для вас учителем то есть вот то что вы на себя возлагаете и где-то в некоторой степени возлагаете больше по причине того что не можете отказать не можете сказать нет это тоже для вас является неким таким учителем что вы берете до свои руки за что вы несете какую-то ответственность какие-то желания какие-то амбиции почему есть вот этот груз вот в этом всем тоже есть в этих ситуациях ваше обучение кто еще является вашим учителем семерка жезлов здесь такая картинка знаете интересно то есть человек здесь по сути он уже вырос видите у него нету называется конкурентов да мы видим лишь палки то есть человек который обороняется от чего предположительно мы можем здесь дорисовать каких-то других людей вот с этими палками поэтому мы видим только верхушки но человек уже находится на горе он уже является победителем но ему сложно это принять да он потому что в его сознание есть еще старый образ мышления он продолжает с кем-то конкурировать соревноваться здесь от кого-то защищаться хотя в принципе он уже на высоте он уже на вершине горы и ему никто не является здесь равным то есть опять таки кто ваш учитель учителя для вас здесь будут являться люди которые показывают вам они как будто бы ниже вас по статусу но они показывают вам что вам уже не нужно бороться чтобы уже на высоте и здесь нужно развернуться идти уже своим путем то есть люди которые показывают вам что хватит бороться хватит что-то кому-то доказывать хватит отстаивать какую-то свою точку зрения от кого-то защищаться иди уже своим путем то есть знаете вот глядя на такую категорию людей у вас должно прийти понимание что мне уже я уже перерос там не нужно уже идти каким-то своим путем чему вы учитесь чему вы учитесь у учителей ну вот или бы ситуации дам шутун умение двигаться легко по жизни с одной стороны это есть ваша природа да потому что вы у меня идете знаете вот энергетически сейчас как некий такой воздух вот какая-то субстанция такая легкая бесформенная шут это тоже самое про это то есть у него еще нет какой-то конкретной форме у него форма у него есть потенциал у него есть силы у него есть намерение куда-то пойти к чему-то прийти чего-то достичь то есть вы учитесь скорее всего легко относиться к вещам к ситуациям и к пониманию того что вам необходим в материальном мире да на этой земле опыт и абсолютно неважно какой это опыт все что вы проживаете это вам нужно это расширяет ваше сознание в материи само по себе сознание у души она и так огромная но в материю не хватает этих знаний потому что материя она работает по своим каким-то правилам и своим каким-то законам и здесь задача как раз таки понять по каким причинам по каким законам существует эта материя как я могу привнести вот этот вот свет вот эту свою открытость наивность до души прожить именно вот в этом теле и понять что как как это устроено потому что такого опыта нет в материи где есть ограничение есть формы есть действия душа только в материи может действовать и таким образом она себя познает потому что в ее природе у нее нету форм нету форм она не действует она везде она просто есть там нету действия значит нету и в кавычках площадки для развития потому что все уже есть вот все о чем можно подумать все что можно представить в пространстве вариантов вот в этом состоянии котором находится душа вне теле уже все есть поэтому нету как бы так сказать намерение либо смысла чему либо расти в теле до в теле есть куча ограничений кучи рамок и есть понимание к чему расти что делать куда двигаться и только в ограничениях именно в плоти душа может познать то что ей не дано познать вне плоти понимаете и поэтому для вас именно материальный мир он очень важен и очень значимый и и не старайтесь от него убегать не старайтесь его как-то игнорировать да в контексте ну вот люди какие-то жесткие там не знаю грубые я хочу уйти мне надоел этот мир а такое чувствует очень чувствительные ранимые люди да вот не надо убегать от этого мира в этом есть в этом мире есть что-то что вам нужно узнать то есть если бы вам уже не надо было ничего узнавать вы бы уже давно перешли в иное состояние до вне материи но если вы остаетесь здесь значит вам еще что-то нужно узнать и поэтому не убегайте от материи попробуйте ее понять попробуйте понять законы которые управляют материи да как она что-то притягивает как отталкивает то есть по сути законы физики вот они как разки проявлены в материальном мире да и хорошо было бы их узнать то есть из чего состоит материя как она работает тут даже если это не познавать вы это должны познать практическим путем так чему еще вы можете научиться ну и расширению сознания чему еще вы можете научиться аркан силы говорит помимо позитива да вы можете научиться тому как именно вот эту вот материю освещать через преодоление каких-то своих страхов через преодоление инстинктов то есть девушка которая любой с любовью украшает инстинкты то есть то к чему люди в принципе по идее должны стремиться стать человеками в контексте china стать человеком человеком осознанным только тогда когда ты понимаешь природу материю свои свои вот это вот своих инстинктов да своим физическом этом мире и когда ты понимаешь как это устроено да почему иногда нами управляют наши инстинкты как можно укрепить свой дух привнеся свет в материю да как осветить эту материю этот мир которым я живу мой мир не каждого человека а ваш личный собственный мир как можно осветить эту материю как можно укрепить свой внутренний дух таким образом чтобы укротить свои инстинкты укротить свои страхи для того чтобы стать вот именно сильным духом для того чтобы вот все эмоции да на вас не влияли таким образом что выводят вас на что где-то вы раздражаетесь где-то что-то вас не удовлетворяет огорчаетесь то есть вот все что вы проживаете чтобы вы научились этим управлять потому что это ваш выбор реагировать так или иначе но реакция она происходит изнутри вас поэтому здесь вам и нужно расширять ваше сознание через познание мир мира для того чтобы именно в теле взрастить да то есть стать ну то что мы говорим просветленным но это вот прям очень большая такая цель но к чему стремиться некому такому идеалу человека который знаете и сдержанный который вот когда его провоцирует он не ведется он спокойный он ко всем относится ровно это не говорит о безразличие а это говорит наоборот о человеке который научился укращать свои инстинкты человек который управляет да то есть душа которая управляет своим телом не тело управляет а душа которая научилась и познала материальный мир начинает управлять своим телом и как следствие миром который ее окружает вот прям ближайший мир то что она воспроизводит что вы можете взять от ваших учителей то есть чему научиться мы посмотрели что можете взять от ваших учителей вы можете прийти к состоянию вот пикового до десятки кубков можете прийти к счастью успеху можете вот как раз то что я говорила понять законы на неземные сейчас нет этого оговорочка аркан справедливости у нас говорит о двух форматах законов о земных и о небесных здесь скорее всего через понимание законов мира устройства да то есть небесных законов вы должны будете как по образу и подобию до макрокосмос и микрокосмос понять законы земные то есть я не имею ввиду то что прописано там в конституциях и так далее нет понять как можно вот эти вот божественные законы вводить в реальную жизнь вот как они действительно работают до закон там притяжения либо отторжения как он работает как вот это можно привнести в свою реальную жизнь то есть вот эти вот понимание а плюс ко всему прийти к балансу к внутреннему балансу уметь хорошо работать как правым полушарием так и левом да то есть и и сердцем и умом быть по сути как это слово то забыла непредубежденным то есть знаете вот чтобы вот на вас ничего не влияло чтобы вы с одной стороны были в душевном душевной гармонии и равновесия с другой стороны чтобы и ваш ум он был настолько острый чтобы вы могли развить в себе качество самообладание вот вам не хватает до то чему должны учиться это самообладание то есть вот этот внутренний дух непоколебимый невзирая причем еще и справедливый невзирая на то там не важно это близкий человек либо это незнакомый человек у вас должно быть равное отношение и равная реакция ко всему то есть вот такой какой-то достаточно может быть сложный урок но вы к нему сможете прийти только тогда когда опознаете материю вот как-то так здесь так это была вторая позиция мне кажется сегодня что-то слишком я сложно говорю надеюсь вы поймете нет не буду надеяться потому что опять же я говорю одно кто что поймет не знаю вот ладно посмотрим позиция номер три троечки кто ваш учитель кто ваш учитель а вот ваш учитель троечки душа почему я говорю а потому что я ожидала что это все таки будет по второй позиции что им очень свойственно а здесь вот именно ваша ваша душа ваша душа является для вас учителем то есть ваше состояние эмоциональное состояние такого более глубокое здесь про чувство даже вот чувство является для вас учителем эмоции это что-то такое поверхностное а здесь нечто более глубокое кто еще ваш учитель аркан мира но здесь по-разному можно сказать можно сказать и вселенная как таковая либо вообще весь мир как таковой является для вас с вашим учителем кто еще является вашим учителем четверка пендаклей какой-то опыт за который вы периодически держитесь в этом материальном мире то есть это может быть какая-то стабильность вот там где есть стабильность вот этому вы учитесь то есть не быть стабильной а у стабильности вы учитесь то есть где я зависаю где может быть чем-то жадничаю где не иду дальше в развитие то есть вот по четверки пендакли да здесь вы у стабильности у некой стабильности именно в материальном плане да вы обучаетесь кто еще может быть вашим учителем паш пендакли но если мы говорим про возраст да что рыцарь кубка что паш пендакли такая молодежь то есть это могут быть и дети это могут 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 быть более молодого возраста люди вот по шпиндакли для вас учителем является вот этот пендакли который упал в руки пожар как некий такой шанс то есть любой шанс неожиданный для вас может быть также учителем кто или что еще может быть вашим учителем ну и верховный жрица то есть это может быть как личность до женщина ведущая именно женщина не мужчина здесь четко определена энергия либо это какие-то знания мистического порядка либо ну то есть это что-то сокровенное поэтому мы говорим про эзотерику либо опять таки он не идет как то знаете здесь весь мир а здесь космос то есть может быть это какое-то энергетическое поле не знаю например там хроники акаши либо что-то такое то здесь идет большое энергетическое поле вот не знаю что это может быть либо в каком плане это может быть для вас также может быть учителем человек который мало говорит до молчаливый может быть это даже и не мой человек кстати но при этом человек ведущий человек который читает много такой почему-то какой-то древней литературы мне идет это вот не научные труды а вот как знаете как не знаю свитки какие-то то есть читает что-то что связано может быть с языками которые уже вымерли либо древние там языки не знаю санскрит что-то такое то есть вот что-то туда идет то есть читает какую-то литературу такую достаточно специфическую так кто еще может быть вашим учителем десятка пендакли ну семья однозначно семья может быть для вас вашим учителем либо люди у которых выстроена система ценностей то есть люди которые опираются на себя и у них есть четкий такой фундамент они знают что они хотят как они хотят именно вот в материальном плане то есть люди как это сказать практичные да но при этом чего-то достигшие в своей жизни это не мне не знаю не с пустыми карманами человек чему вы учитесь у этих людей чему вы учитесь шестерки мечей доверию с одной стороны доверию то есть умение передавать какую-то ответственность да то есть сбрасывать себя некий контроль умению двигаться к чему-то новому ставить какие-то цели для себя да и двигаться то есть движение идет движение все время идет какое-то движение семерка кубков умение делать выбор понимать что есть ваша что вам не нужно может быть все что связано знаете как с визуализацией такой тоже может быть либо какое-то абстрактное мышление через образы то есть вот работа с образами работа со снами тоже может быть чему еще вы учитесь девятки мечей для кого-то работа может быть как-то ночью не знаю почему но и пониманию того что где-то может быть вы как-то себя накручиваете да то есть где-то что-то придумываете того чего нет также учитесь снимать вот как мы говорим здесь себя ответственность уметь делегировать передавать здесь еще получается снимать себя именно чувство вины вот где-то что-то вы берете на себя чуточку больше потому что привыкли так вот здесь вы как будто бы учите учитесь своим страхом то есть то как вы мыслите здесь нужно от этих страхов мы уходим и идем вот именно в новой до новое какое-то мышление оставляя позади какие-то свои убеждения либо привычки а что вы можете взять там что вы можете взять у этих учителей не вы можете изменить мировоззрение свое глядя на этих людей что еще вы можете взять вы можете научиться у них коммуникации общению потому что аэрофанта соль и аэрофанта всегда есть своя аудитория люди которые его слушают да потому что все таки является проповедником нам что-то говорит поэтому ему нужна аудитория то есть то как эти люди общаются да как они вокруг себя создают вот массы да то есть вовлекают в диалог людей которые их слушают плюс ко всему аэрофант это тот человек который будет углубляться в себя да то есть желание познать себя и готовы экспериментировать то есть это тот человек который который может например создать свою личную страничку с целью рассказать о своих например каких-то трансформациях да когда мы говорим вот я хочу там похудеть например там на 50 килограмм и вот я вам буду все показывать этот процесс вот как и что для того чтобы не столько себя осветить а сколько знаете вот как-то своим опытом своим примером помочь другим людям то есть какой-то более благое то нет не нажива а более какое-то благое благой посыл и намерение то есть показываем что-то другим людям до в контексте познания себя и экспериментируя в этом да либо например как вы знаете есть же вот эти вот блогеры которые говорят а что будет если там откажусь на месяц например от сахара и каждый день он показывает свои перемены либо как я изменю свою жизнь там я не знаю за 30 дней потом каждый день что-то делает там что-то новое читает что-то новое изучает и показывает вот здесь какая-то такая цель идет что еще вы можете взять от своего учителя башня разрушения видите везде в принципе арканы показывают на разрушение своих установок на разрушение своих убеждений то есть как-то изменить свое мышление как-то здесь у нас по аркану мира было расширение сознания здесь я сказала какое-то космическое сознание а здесь мы очищаем да здесь идет очищение нашего сознания от всего что нам уже не нужно от какого-то ложного придуманного то есть он как будто бы учителей вы можете даже не научиться а вот не знаю может быть чистки какие-то может быть тоже проходить что здесь идет очищение как вашего тела так и вашего сознания от того что уже не не работает уже не нужно что еще вы можете взять понимание понимание как себя наполнить как прийти к источнику плюс ко всему скупков нам всегда говорит о таких более глубоких вопросов которые мы задаемся кто я что я почему я здесь вот какие-то такие глубокие моменты и с другой стороны возможность раскрыть какие-то свои дары какие-то свои умения способности вот здесь это тоже может быть ну и последний аркан да что вы можете взять от вашего учителя заметьте на не считая туза кубков на здесь выпало три великих аркана исцелиться исцелиться я бы сказала да исцелиться то здесь у нас идет очищение здесь идет некое такое исцеление исцелиться от ненужных эмоций исцелиться от каких-то своих качелей через понимание то есть вы сменяете как будто бы ракурс угол зрения видение и очищаетесь и в дальнейшем да вы приходите к исцелению потому что вы по-другому начинаете смотреть на вещи то есть когда мы понимаем природу каких-то вещей ситуаций процесса которые происходят у нас в жизни вот именно само понимание она уже меняет нашу жизнь потому что она меняет наше сознание то есть наконец-таки я поняла а если я поняла значит я начинаю действовать по-другому и действия по-другому шестерка мечей приводит к другому результату расширению нашего сознания и как следствие мы получаем другую жизнь то есть вот здесь получается именно то что процесс понимания себя кто я есть да что я что я хочу для чего вот такие вот глубокие вопросы получаете на них ответы и как следствие меняется ваша жизнь то есть вот здесь как-то так вот такой у меня был сегодня расклад это третья позиция я благодарю вас всех за внимание хочу пожелать вам отличной недели до новой которая нас ожидает и отличных выходных наполняйтесь энергией расслабляйтесь отдыхайте переключайтесь на то что вы любите то что вам нравится почаще бывайте нам природе двигайтесь активнее активные видите образ жизни любите почаще обнимаетесь целуйтесь это все классно здорово ну и приходите на блиц консультации а я обращаюсь с вами всем пока пока